Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют Стёпа, я дома. Зайчик, я привезла тебе столько всего вкусненького. Стёп! А у нас гости. Здрасте. А вы кто? Что вообще здесь происходит? А здесь уже всё произошло. Вот Стёпа, например, отдыхает. А тебе-то тут чего нужно? Ну, видимо, больше ничего. Ну, вот и правильно. У тебя его сегодня вряд ли хватит. Ах, ты шлюха. От меня неожиданно ушла невеста. Мы должны были в следующем месяце... Здрасте. С ней расписаться. Я думал, что такая любовь, как у нас с ней, она просто одна на миллион. А тут без всяких объяснений. Просто вдруг она... Вот... Так, что случилось? Ну, что случилось? Вчера вечером я должен был встретить её на вокзале. Она к подруге ездила на день рождения. А, и что, не приехала? Приехала. Только не одна, а с любимым. Как мне сказали. А что значит сказали? Вы что, её не видели? Ну, да, я... Так получилось, я не смог поехать на вокзал. Ну, проспал. Банально. Вот. Она послала брата за своими вещами. Прямо ночью сегодня он приехал, всё забрал. Андрей. Ну, брат в смысле. И вот всё это мне и рассказал. А что конкретно он рассказал? Ну, как. Так, сказал, что она, значит, встретила свою бывшую любовь. И не хочет меня больше видеть. Всё. А, и вы ей больше не звонили? Ну, ночью я, конечно, ей не звонил. А утром сегодня она сама позвонила. Процедила сквозь зубы, что не желает ничего объяснять. Обвинила меня в краже кольца. Пригрозила полицией. Так, а что за кольцо-то? И куда оно делось? Да я не знаю. Я все её драгоценности собрал в шкатулку, отдал Андрею. Вот. Утром сегодня, после её звонка, ещё раз обыскал всю квартиру. Ну, нет его. Нету. Ну, а от нас вы что хотите? Ну, как, ну, во-первых, хотелось бы объяснений. Неужели она вот так вот просто бросила меня ради своего бывшего? И, во-вторых, ну, кольцо нужно найти, оно дорогое, это семейные реликвии. Ну, что ж, понимаю. Понимаю вас, Степан. Постараемся во всём разобраться. Вы, вот что, вы напишите-ка мне свои данные сюда. Ага. Плюс адрес и телефон Светланы. Да. А её фотография у вас есть? Да. Сейчас перешлю. Сейчас. Лукин проследил за Светланой от её дома. Она встретилась с подругой в кафе. Степан мне изменил. Я его считала порядочным человеком, он оказался обычным кобелём и вором. Светочка, ты меня прости, я тебе не верю. Ты у нас максималистка, склонна всё преувеличивать. Послушай, расскажи мне всё подробно. Что произошло? Вчера он меня не встретил на вокзале. На звонки не отвечал. Я взяла такси, поехала к нему домой. А там шлюха, представляешь? У меня не было всего лишь два дня и уже... Ну, и что он тебе сказал? Да он ничего не сказал, он спал. Зато эта тварь мне всё объяснила. Сказала, видите ли, утомился после бурного секса. Извини. Ну, и ты, конечно, не стала его будить и пошла домой. Выяснять отношения? Я уже навыяснялась на всю жизнь. На восемь лет хватило. И опять измена. Алло, Игорь Петрович? Светлана, художница, 32 года. Замужем не была. От отца получила фирму по продаже автозапчастей. Сам же отец уехал тешить свою старость за границу. Да, и мать у них умерла шесть лет назад. Да-да, я перезвоню, сейчас не могу говорить. Понял, не вовремя. Ну, тогда про Степана потом. И что, Степан тебе после этого не звонил? Звонил, но не мне, Андрею. Попросил мои вещи забрать. Круто. Молодой человек. Ну, Андрей привёз вещи. А там кольца нет. С сапфиром, помнишь? Бабушкиного. Мама его ещё синеглазиком называла. Ну, да. И ты ей после этого, извини, после этого тоже ему не позвонила? Нет, позвонила. Сказала, что выяснять ничего не буду, просто верни кольцо. А он мне говорит, я тебе всё отдал. Я говорю, ну, значит, девица твоя украла. А он мне, представляешь, что говорит? Как ты смеешь, я ей верю, как себе. Подожди, Святоль. Это он так про шлюху? Да. Ну, как-то в голове не укладывается. Молодой человек. Это просто ужас какой-то. Подожди, так может быть это... Да шлюха, шлюха. Я этого подонка хотела ещё вместо брата управляющим фирмой сделать. Хорошо, что не успела. Молодой человек, будь и добрым. Да что ж ты такое? Ну, ты решилась открыть дочку в Германии? Да, Андрей уговорил. Всё-таки закупать товар за границей выгоднее. И жена там его гнёздышко тёплое вьёт. И Андрюха чемоданы пакует. Ну, в общем, да. Ну, вот что я тебе скажу. Ты знаешь, в голове всё это не укладывается. Поговори ещё раз с Степаном. Нет, я унижаться не буду. Ладно, пойдём. А то у тебя обед закончился уже. Мы заказать ничего не успели. Пойдём что-нибудь в магазине купим, и я подвезу тебя до банка. Да, пойдём. Что там по клиенту? Игорь Петрович, наш клиент – эффективный руководящий менеджер. Я проверила его резюме. Впечатляет. Значит, светит корысти никакой? Нет, ни малейшей. И красть кольца даже старинные ему незачем. А собственность? Да и всё в порядке. Квартира, машина. Только единственное что, женат не был. Скажи, Диме пусть берёт инструменты и выдвигается к квартире Светланы. А какие инструменты? Ну, какие инструменты? Нужно немножко нарушить закон. Во имя добра и справедливости. А, понял. Пока детективы устанавливали скрытую камеру в квартире Светланы, Анна приехала к дому клиента, чтобы получить запись с камеры наблюдения в его подъезде. Да я устрою свою как тут, безвылазно. Через час сменяюсь. А что, случилось что-то? Нет, дело в том, что у вас над подъездом висит камера видеонаблюдения. И мне очень нужна запись вчерашнего вечера. Не имею права. А, хорошо. А так? Нет. Ладно. Деньги твои мне не нужны. Дети, слава богу, помогают. А вот за свидание, пожалуй, дам тебе запись. Я ведь вдовец. А мужику сама понимаешь. Да вы что, с ума сошли? Я вообще-то замужем. Так я же не замуж тебя зову. Надумаешь, звони. Вот я тебе телефончик записал. Вернувшись из квартиры Светланы, Лукин встретился с клиентом. Степан, скажите, вы уверены, что кольцо не взяла ваши гости? Да что ж такое и вы туда же, а? Да уверен я, уверен. Она глубоко порядочный человек. Мы с ней дружим много лет. Дружить? Со слов Светланы, вчера это выглядело не совсем как дружба. Вчера? Слушайте, что она выдумывает, а? Ее вообще вчера здесь не было. А Степан, вы о какой подруге сейчас говорите? О той, которая приезжала неделю назад. Ну, это был экспромт. Мы давно не виделись просто. Сидели, пили вино. Тут Света пришла. Не разговаривала со мной потом целые сутки. Подождите, подождите. Так в телефонном разговоре со Светланой вы обсуждали эту ту подругу? Ну, конечно. У меня другой-то нету. Согласитесь, ревность это не повод обвинять человека в краже. Вы себя неважно чувствуете? Я что-то не пойму. Голова раскалывается просто. Вот что, Степан, мой вам совет. Сдайте кровь на анализ. Похоже, вы вчера хватанули клофелин. Невеста Степана отменила свадьбу и обвинила его в пропаже кольца. Девушка уверена, что кольцо украла проститутка. Детектив поручает Анне достать видеозапись с камеры наблюдения в доме клиента. Детектив связался со Светланой и назначил ей встречу в кафе. Тогда где же он ее подобрал? Это отдельная тема. Сейчас главная видеозапись. Я думаю, и девушка эта там есть, и кольцо взяла она. Ну вы от меня чего хотите? Мне нужна на полчаса ваша квартира. Ну, сами понимаете, консьержа этого я не могу к себе домой привезти. Можно, конечно, снять, но это время. Ну что ж, разумно. Только у меня сейчас брат живет. Он в своей квартире делает ремонт перед отъездом за границу. Вам когда нужно? Через час возможно? Возможно. Андрей как раз допоздна работает. Котик, котик. Мур-мур-мур. Ну что, где флешка? Все, все будет милое, милое. Но после. Хорошо, тогда и ванна. Хорошо. Только быстро. Мне бы водички. Где кухня? Ну ты мой золотой, я сейчас принесу. Спасибо. Я быстро. Спасибо. А вот водичка. Мерси. Огромное спасибо. Ну я пошла? Угу. Постарайтесь побыстрей. Быстрей, быстрей, милая детка. Ну я, я ведь горю. Хорошо, котик. Я уже скоро. Жду. Жду тебя. Молодец, старикан. Достал то, что нужно. Так. Я жду тебя. Постарайся быстрей. Иду, иду. Дима. Дима, ну у меня все готово. Давай быстрей уже. Хорошо, жду. Кто это? Кажется, муж пришел. А что делать? Так, ладно, я проведу его в кухню, а ты у нас и ноги. Хорошо. А то он тебе их вместо рук вставит. Да пойди, да, ну давай быстрей, ну. Заметьте, я не спрашиваю вас, как вы достали флешку. И не надо, Игорь Петрович. Надеюсь, криминала не было? Обижается. Так, ну вот, она выходит в час двадцать восемь. И все. Так, 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 так. Посмотрите, Степан, узнаете? Нет. Не эту, не ту первую. Первая жизнь вижу. Ну, первая девушка вышла из подъезда раньше, чем пришла Света. Поэтому они и разминулись. А вот это, похоже, наш объект. Да, и в подъезд она зашла раньше, чем ушел Андрей. Значит, в квартиру вы ее пустили еще при Андрее. Я вам объясняю, я никого не мог впустить. Я спал вообще. Подождите, вы заснули раньше, чем ушел Андрей? Да. Понимаете, мои последние два дня я принимал у него дела. Потом мы до ночи с документами работали. Я просто отрубился прямо в кресле, пока он очередной кофе пошел варить на кухне. А зачем он приезжал? Ну, как, документы привез, попросил кофе выпить, поздно уже было. Рассказывал что-то про бывшего Света. Интересно. И что конкретно? Ну, что конкретно? Что расстались они, потому что он ей изменил, что она сильно переживала. Что, когда поедет на день рождения к подруге, обязательно там с ним встретится. И девушку впустил тоже Андрей. Да? Ну-ка, позвоните-ка ему. Алло, Андрюх, привет. Слушай, подскажи, пожалуйста, пока я вчера спал, никто не заходил ко мне? Да нет, ничего не случилось. Ну, просто... Ну, пока давай, я не могу говорить. Ну, что? Ничего, никто не заходил. Говорит, ничего не знает. Очень интересно. Ну, вот что, Дим, а ты это фото скинь мне, я попробую Светлане показать. Может, она узнает в ней ту девушку, которая у вас застала. Я еще эту фотку закину в нашу программу и в интернете посмотрю. Давай, давай. Ничего, Степан, разберемся. Ну что, Светлана ее опознала. Игорь Петрович, Дима нашел ее в сети, житель любви. Зовут Елена. Телефончик можем скинуть. Вот это замечательно. Входит, Андрей нанял Лену, впустил ее в квартиру. Но все это затевалось не ради кольца. Кольцо она сам мог взять. Ну, значит, он хотел поссорить Свету со Степаном. Но только зачем это ему? Хороший вопрос. А кольцо явно Лена украла. Ладно, на сегодня свободно, а завтра, как говорится, возьмем мадам за грудки. Светлана. Давай. Хам. Давай, заходи, хам. Что, фигели что ли? Втроем по другому тарифу. Слушайте, я сейчас такой тариф устрою. Выпейте кофе на кухне Степана, отдохните. А мы здесь пообщаемся. Я, Кошечка, частный детектив. А твоя вчерашняя жертва – мой клиент. Поэтому хочу знать, что и зачем ты вчера делал у него в квартире. Сам меня заказал, пьяный был. Вот только врать не надо. У меня есть видеозапись, есть показания его невесты и обширные связи в полиции, где тебя с удовольствием примут вместе с твоим притоном. Угу. Размечтался. Нас крышуют, дай боже. Ты только, наверное, уровни попутала, а? Да если твоя мамка узнает, из-за кого на нее менты наехали, знаешь, что он с тобой сделает? Ну ладно, ладно. Вызвал меня мужик. Андрей зовут. Он меня в квартиру пустил. Этот спал уже. Да мне надо было всего лишь любовницу разыграть перед его бабой. И все. А с натвордом ты его накачала? Ты что, с ума что сошел? Просто поговорила с его бабой. Прибралась, ушла. Ну, денег там взяла. Ну, по тарифу, честно. Кольцо зачем взяла? Да не брала я ничего, дочка, клянусь. Только, пожалуйста, я тебе умоляю, не надо ментов. Ну, ты учти, что сегодняшний разговор у нас записан. Свободно. Невеста Степана Светлана отменила свадьбу и обвинила его в краже кольца. В ходе расследования детективы выясняют, что брат Светланы нанял проститутку, чтобы рассорить ее с женихом. Ну вот теперь вы все знаете. Вот ваши ключи. Спасибо. Про моего бывшего? Ложь. Зачем моему брату понадобилась моя ссора со Степаном? Я не понимаю. А вы скажите мне, почему отец свой бизнес оставил вам, а не брату? Ну, хотел как-то поддержать мой финансовый доход. Знаете ли, на картинах много не заработаешь. А у брата уже было свое небольшое дело, плюс высокая зарплата управляющего в моей фирме. Я, знаете ли, в бизнес не лезу. А я думаю, что все это как-то связано с вашим бизнесом. Я думаю, это месть. Либо за неправильно поделенное имущество, либо мне нужен доступ к финансовым документам вашей фирмы. Хорошо, я сейчас же поеду и привезу вам все документы. У меня как раз подруга, высококвалифицированный финансовый аналитик. Очень много лет работает в банке. Может быть, ее привлечь? Замечательно. Это значительно облегчит нам работу. Угу. А кольцо? Кольцо, я думаю, тоже взял Андрей, чтобы подчеркнуть подлость Степана. Извините. Да. Я все понял. Да, я перезвоню. Ну вот, звонил Степан. В его крови обнаружен клофелит. Ну что ж, давайте подытожим. Итак, два дня Андрей изматывал вас с работой. Практически не давал спать. Потом подсыпал вам клофелин, договорился с проституткой, рассказал вам про бывшего. В общем, сделал все, чтобы вас рассорить. Ну зачем? Твой Андрей долгое время уводил немалые деньги на свои личные счета. Ты хочешь сказать, воровал? Воровал. И продолжал бы это делать, живя за границей. Оставил здесь своего человека. Но тут появился Степан. Вот нужно было его устранять. Я не понимаю. У меня в голове не укладывается, как можно рушить жизнь своей сестры из-за каких-то денег. Я-то ладно, но сестра... Да. Брат хороший психолог. Все рассчитал. Отлично. Только мы оба в такой ситуации никогда бы не довели до разборок. Ну, а что касается кольца, то я думаю, это стоит обсудить в присутствии Андрея. Так что, Светлана, вы позвоните ему. Попросите, пусть сегодня пораньше с работы вернется. Как ты думаешь, Андрей расколется? Думаю, да. Игорь Петрович его точно дожмет. Лукин сообщил брату Светланы о результатах расследования. Вы в своем уме? Вам почти удалось расссорить сестру со Степаном. Только вот с кольцом вы переборщили. Это была ошибка. Да я вас за такую клевету! А ты не возмущайся, мой дорогой братик, моя защита и опора. Давай посмотрим кино. Зоя, ты уже достала меня с этим кольцом. А ты считаешь это справедливым? И бизнес ей, и кольцо ей. Нет, уж знаешь, синеглазик должен быть наш. Уже наш. Успокойся ты, наконец. Андрюша, ты моя умничка, скажи. А как тебе удалось уговорить ее? Все, конец связи. Вы не имеете права! Да я в своей квартире имею право хоть в каждом углу по камере натыкать, а то и по две. Так что не кипятись. Света, это Зоя меня взбаламутила. Весь мозг мне проела. Но то, что Зоя с этим кольцом уже давно воду мутит, это я знаю. Только продажная цена его невелика. А ты, ты как ты мог. А что, воровать деньги из бизнеса сестры тоже же нам доумило? Света, прости. Не говори отцу. Значит так. Пост управляющего фирмой займет Степан завтра же. Бизнес в Германии отменяется. А кольцо? Да отдай его Зойке, пусть поддавится. Подонок ты. Для тебя какие-то вшивые деньги дороже счастья родной сестры. Морду б тебе набит, да мараться неохота. Андрей уехал в Германию. Не по работе, а просто к жене. Кольцо забрал. Степан возглавил фирму Светланы, они поженились. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Да, прикольная у тебя квартирка. Не то, что у нас в общаге с тараканами. Да, мне тоже нравится. Да. Хочется, знаешь, праздник себе устроить, чтоб прям веселье было. Ну, как обычно, куча одежды, одеть нечего. А я тут тебе такие туфли на распродаже отхватила. Хочешь, покажу? Да, давай, неси. Сейчас принесу. Угу. Ник, готово, включай свет. Камеру я отключила. Господи, я же тут почти неделю уже живу. И голая по квартире ходила. Неужели кто-то чужой на все это смотрел? Ну, теперь голый больше не ходи. Теперь мы будем на это смотреть. Я здесь камеру установлю, только теперь нашу. Так что потерпи. Пыли на камере нет, так что, я думаю, ее установили где-то дня два-три назад. Не знаю, может быть, хозяева думали, вдруг ты здесь притон устроишь. Да нет, не могли. Я из дома не выходила несколько дней, простудилась. Понятно. Так, вот смотри, это наша камера, она беспроводная. Так. Ставлю ее вот сюда. Хорошо? Запомнила? Надо еще по квартире посмотреть, может, еще где-то камеры стоят. Пойдем. Установив скрытые камеры и в других помещениях, Наташа собралась уходить. В общем, я проверила, камер нигде нет. Так что не волнуйся, не переживай, завтра подъедешь к нам в офис, все расскажешь Алексею Викторовичу и посмотрим, чьи уши из этого дела торчат. Я обязательно приеду. Ой, какая прелесть! Не трогать! И притон здесь не устраивать, и мужиков не водить, а то быстро отсюда вылетите. А вы кто, участковый, что ли? Нет. Я Ирина Анатольевна, и я живу в этом подъезде. А что хамить, Ирина Анатольевна? Мы, между прочим, девушки, приличные. Ну, знаю я вас. Сначала пьянки, гулянки и поехали. А квартира эта, между прочим, очень нехорошая. Здесь убийство произошло. Мужчину отравили. Ладно, Ник, не бери в голову. Давай, до завтра. Пока. Пока. На следующий день в офис детективов пришла Вероника Демченко. Она рассказала, что квартиру, в которой она сейчас живет, ей снял ее парень Андрей Смирнов. В общем, кто-то установил в квартире скрытую камеру. Ей сделать это, кроме Андрея, больше некому. Вопрос, зачем? Ну, а кровать где стоит? Может, он решил домашнее видео снять? Да нет, мы не спим вместе. Мы даже не целовались ни разу. А где он работает? В Нере Плюс на набережной, топ-менеджером. Можно мне стакан водички и ложечку? Мне лекарства надо выпить. Значит, принц с прекрасной душой и телом и первокурсницей. А откуда вы приехали? Из Солнечного. Поступила в текстильный. Мне общагу дали. Правда, я не живу сейчас там. Можно? Знаете, я хожу по этому дому, и мне все кажется, что я когда-то там уже жила. Я то вспомню трещинку на стене, то скол на двери. Ника, скажи, а твой Андрей хоть что-нибудь про свои планы на ваше будущее говорит? Да нет. Он считает, что с родителями знакомиться пока рано. Да и вообще он не хочет, чтобы кто-то знал о наших отношениях. И как ты будешь это потреблять? Я не могу глотать таблеток, так моя мама всегда делала. Скажи, Ника, а у тебя есть фотографии Андрея? Да, есть, на телефоне. Я случайно его сфоткала, он не любит сниматься. Он еще и фотографироваться не любит. Перекинь нам, пожалуйста, эту фотографию. Да, сейчас. Первым делом Насонов отправился на работу парня Ники, чтобы пообщаться с коллегами Андрея. Ну что, нет здесь такой фирмы, и парня такого нет. У тебя как успехи? Что удалось найти? В городе три десятка Андреев Смирновых. Андреев Петровича четверо, но по возрасту никто не подходит. По квартире что? Так, за последние 20 лет у квартиры сменилось три хозяина. Это Алена Обухова, Анастасия Завьялова и Герман Родионов. Обухова умерла, и квартира по наследству досталась Завьяловой. Она прожила в ней 4 года и продала ее Родиону. Понятно. А телефон Андрея проверили? Где Наташа? А, Наташа? А, да, Алексей Викторович. Проверили в первую очередь, но телефон, похоже, одноразовый, ни на кого не зарегистрирован. Подожди, у меня звонок. Да, Ника? Да, я понял, я подъеду. Что там еще? Андрей едет к Нике, поеду к ее дому, посмотрю, из-за кого он там убивается. И ты давай тоже туда подъезжай. О, посмотрите, кажется, это Андрей. Андрей. Андрюш, ты наконец переезжаешь? Останешься сегодня? Нет, малыш, я ненадолго забежал, в общем-то. Нужна твоя подпись. Так, вот здесь. Договор аренды? А почему на мое имя? Квартиру ведь ты снял, и деньги за нее платил тоже ты. Ну, снял-то я для тебя, поэтому тут написано твое имя. Соседка сказала, здесь человека отравили. Не хочу я тут жить. И ты поверила? Да наплюй. У тебя есть я, если забыла. Ника, если мы откажемся от этой квартиры, я здорово потеряю в деньгах. Андрюш, ну мне здесь так жутко, тем более без тебя. Ну, а ты чем тут занималась? Кроме этой дуры соседки, больше никто не заходил? Представляешь, свет, газ. Потом включили, и вот и все. Понятно. Детективы проследили за Андреем. После разговора с Никой тот отправился в гор-электросеть. У меня этот мужик отравленный с головы не выходит. Но в квартире. Надо бы все про него узнать. Хм. Смотрите, а здесь шоу с переодеванием. Андрюх, подожди. Вызов только что отменился, так что может быть свободен. Семен Валерьяныч, да вы прям кудесник какой-то. Это да. Ладно, до завтра, Андрей. Давай, пока. Пока. Давай тогда к этому Валерьянычу, действуй там по обстановке, а я за парнем. Угу. Здравствуйте. День добрый, барышня. Я тут недалеко квартиру купила, но у меня с розетками полная засада. Вы не подскажете, кому обратиться? Ой, барышня, ну, чтобы вам минуты раньше не подойти, я сейчас электрика нашего Андрея Слепцова отпустил. Давайте завтра к восьми подходите. Он здесь недалеко живет и никогда не опаздывает. О, хорошо, спасибо. Алексей Викторович, фамилия у нашего Андрея Слепцов и живет он где-то недалеко, в Ленинском районе. Угу, Слепцов, адрес я его уже вычислил. Он зашел в квартиру и тут же выскочил. Наверное, в магазин побежал. Так, интересно, с кем он живет. Смоленская, 41, квартира 587. Так, прописано Андрея Михайловича Демиан Харитоновича Слепцова. Ты давай в офис, займитесь отравленным мужчиной, а я попробую камеру установить. К детективам обратилась студентка Ника Демченко. Девушка обнаружила в своей комнате скрытую камеру, установить которую мог только Андрей Смирнов, ее возлюбленный. Андрей снял для нее однокомнатную квартиру, однако не оставался у Ники ночевать, не знакомил со своими родителями и не хотел, чтобы кто-то знал об их отношениях. Девушка не родила, над bonding самым котом, а именно они выбрали камеру, это легче посадимая и идущие к стране. Даже легче был од蒸 спонтаном, его можно добиться к практикумаме. Но внутри здесь так красиво подумали, а ты около 5 лет и не через 100 хватит. Я Haiti ребенком не вообще покупаю и помогаю. О, здравствуйте! Сколько лет, сколько зим! Племяша, это ты, что ли? Ну, конечно, тебя что не узнаешь, я Стёпа из Нижнего Новгорода. Хорошо тут у вас, просторно. Молодой человек, вы знаете, произошла какая-то ошибка, вы ошиблись. У нас нет родственников в Нижнем. Подождите, подождите. Улица Смоленская, дом 44, квартира 587. Ну, вы перепутали. Это 41-й дом, а 44-й вон там, на другой стороне улицы. Вот незадача, и правда ошибся. Ну, извините тогда, пойду своих искать. Ну, ничего, бывает. Дед, я пришел, муку купил. А, все у тебя не как у людей. Мы же с тобой что, договаривались квартиру убирать? Манты делать, а ты умотал с утра пораньше? Такой же трепачевый раз, как и папаша покойный. Прости, господи. Дед, ну не начинай, а. Меня на работу вызвали. Да знаю я твою работу. Вообще, сколько можно просить тебя? Я же тебе все данные передал. А? Неужели так трудно найти одного единственного человека? Дед, ну не делаются такие дела быстро. Да и изменилось все за эти годы. Слушай, найди мне эту девчонку. Она же сестра тебе. Вот эту квартиру я тебе и ей передам. А иначе не могу я спокойно помереть, понимаешь? Дед, ну достал ты. Опять ты завел свою шарманку. Ну, сказал же, найду. Это что у тебя это? Второй телефон появился? Да и ты рабочий. Контора оплачивает. Детектив Насонов решил выяснить историю с отравленным мужчиной в квартире Ники и обратился за помощью к знакомому следователю. 15 лет назад было возбуждено уголовное дело об отравлении Михаила Слепцова. Слепцова? Он умер в квартире любовницы. Кроме него там находились Анастасия Завьялова. Ну, собственно, та самая любовница. И их общая дочь Вероника Слепцова. Девочку он признал. Подожди, подожди. Я должен это записать. Выписку я уже подготовил. Вот, держи. Дело до суда так и не дошло. Дочка случайно отравила отца. Была у нее такая милая привычка растирать таблетки в порошок и сыпать маме в стакан. Ничего себе ужас какой. Обычно мамаша прятала аптечку от ребенка. Но в этот вечер она ушла в магазин. Михаил достал таблетку от изжоги и забыл аптечку спрятать. Девочка взяла целую упаковку снотворного, растерла и насыпала папаши в питье. А Михаил в этот вечер употреблял коньяк. Да, с натурой, с алкогольной матской смеси что? Ну и все. Когда мамаша пришла из магазина, Михаил уже спал. А когда любовница поняла, что здесь что-то не так, было уже поздно. Ну, в общем, несчастный случай. Ребенок не подсуден. Ей на тот момент было всего три года. Желаю удачи. Спасибо. Ну что сказал Григорьевич? Представляете, наш Андрей сын того самого отравленного мужика Михаила. А Михаилу случайно отравила его малолетняя дочь Вероника. То есть никаких прямых доказательств этого факта нет, есть только косвенные. Но следствие пришло именно к этому выводу. Так подождите, нашу клиентку зовут Ника Вероника, имя совпадает. А отчество и фамилия не совпадает. Ту девочку звали Вероника Михайловна Слепцова. Но мне сдаётся, что это именно она. Почему? У Ники привычка растирать таблетки в порошок. И вот скажите, вы часто встречали людей с такими привычками? А-а-а. Понятно, почему теперь Веронике кажется, что она в этой квартире уже когда-то была. Потому что она росла в этой квартире, это её детские воспоминания. А Андрей, получается, её брат, и поэтому он с ней не спит. Да, но теперь нужно выяснить, что нужно Слепцову от Вероники. Почему он за ней следит и почему ей врёт? А вот что мы сделаем. Какая симпатяга. Ой, ну не трогайте. Вот, ну, все норовят её пощупать. А-а-а, это ты, подружка, хохотушка. А вы, между прочим, свои истории про отравленного мужчину мою подругу до бессонницы довели. Кстати, а как это было? Ну, вряд ли вы это помните. Дело-то давно было, а вот такая молодая. Ну да, я была ребёнком. А что вспоминать? Всё время скандалы. Эти соседи нам никогда спать не давали. Мужик как заявит к своей любовнице, так скандал. На следующий день жена его прибегала. Подождите, а что ж жена знала, где и любовница живёт? Ну, а он этого и не скрывал. Жил на две семьи. Там ребёнок постарше. Полное падение нравов. А девочка? Ой, маму Стася звали. Души она в ней не чаяла. Любила её. И дед, отец любовника, гулял всё время с ней. А родному отцу она вообще не нужна была никогда. А вот интересно, куда же Стася после трагедии с ребёнком делась? Продала квартиру, уехала. То ли в Кеченовск, то ли в Солнечный. Не помню я. Спасибо. К детективам обратилась Ника Демченко. Её парень Андрей Смирнов крайне странно себя ведёт. Он ухаживает за ней, снял однокомнатную квартиру, но переезжать к ней не желает. Ника жалуется, что ей очень неуютно в этом жилище, поскольку здесь был отравлен мужчина. Однако ей кажется, что она здесь уже когда-то была. Проходите. Ника, ты извините, буквально на секундочку. Ты не могла нам рассказать про свою привычку мельчить таблетки? Ну, так это у меня от мамы. Я за ней всё в детстве повторяла. Один раз чуть всё аптечку в пыль не превратила. После чего мама даже лекарства начала от меня прятать. А так выдавала мне одну-две таблетки, я их мельчила, высыпала ей в стаканчик. И мама мне всегда за это спасибо говорила. А девичья фамилия твоей матери какая? Завьялова. А дома её случайно не Стасей звали? Стася. А вы откуда знаете? А они с твоим отцом когда поженились? Ой, ну я не помню точно. Я знаю, что они ещё со школы дружили. Стася Завьялова и Саша Демченко. А потом папа в армию ушёл, мама его ждала. А когда он вернулся, они и расписались. А твоя мама всегда в солнечном жила? Да, всегда. Мама даже очень не хотела, чтобы я уезжала. Простите. Это Андрюша. Алло? Да. Хорошо. Сейчас? Да, жду тебя. Ник, а ты извини, не хочу тебя пугать, но вот вы парень не совсем тот, за кого себя выдаёт. И мы не понимаем пока, что ему от тебя надо. Я понимаю, ну что мне делать? Ну, прежде всего, не бояться. Веди себя естественным. А мы будем рядом. Алексей Викторович, я всё проверил. Мать Ники получила эту квартиру в наследство от тётки. Прожила в ней, ну, не больше четырёх лет и уехала в свой родной город. А почему у Вероники отчество и фамилия другая? Удочерение? Да, оно самое. Ну, а в ЗАГСе, соответственно, потом свидетельство рождения заменили. Так, аккуратно. Андрей идёт. Машина. Заходи. Мне удалось сбежать с вещания. На, помой виноградик. Сейчас выбьём коньячку и будет наш день. Давай, давай. Вот урод, он её сейчас отравит. Вы не видели мою девочку? Собаку мою не видели? Найдите мне девочку мою, Туся. Успокойся, найдётся ваша собака. Да вон она! Вот она, под вашей машиной! Уберите свою чёртову машину! Хорошо, хорошо. Туся! А ну, выходи! Выходи, говорю! Ну, давай. Чёрт сми, пусть звонят. Нас нет дома. Ника, ну открой! Андрюш, надо открыть. Ты выпей, потом открою. Давай. Вы кто? Э, вы куда? Что случилось? Андрей, понимаешь, это частный детектив. Понимаю. Я понимаю, почему вы здесь. Честно сказать, хотел отравить, но передумал. Можете проверить. Да мы обязательно проверим. Ника, Андрей с тобой хотел поклятаться за отца. У вас разные матери, но отец один. Михаил, а тот, которого ты считаешь своим отцом, он тебя усыновил. Мы проверили. Получается, человек, которого убили в этой квартире, это... Наш с тобой папашка. Якобы ты моя сестрёнка. Игра я насыпала в коньяк отцу растёртый в порошок снотворный. Но это враньё. Отца убила твоя мать, Ника. Как её, Анастасия, Стася. И свалило всё на тебя. Несчастный типу случай. И ты решил меня за это убить? Да не может такого быть! Моя мама не могла так поступить! Ты не переживай, я не в претензии. Между нами говоря, наш папашка ещё тем засранцем был. Даже дед признаёт. Мою маму мучил, поэтому она и умерла так рано. А тебе зачем всё это? Да он с тобой не хотел дедовую квартиру делить. Дед скучает по тебе. Вот решил внуков наследством одарить. От этого все твои беды. Ты как Нику нашёл? Дед адрес дал. В Солнечном. Ну и... Значит, я всё-таки не сумасшедшая. Значит, я когда-то жила здесь. Как ты снял эту квартиру? Повезло. Я зашёл посмотреть, кто здесь живёт. Оказывается, её сдают. Судьба. Тебе и лечиться надо. Чуть девчонку не угробил. Да нет, я хотел ей наконец-таки всё рассказать. А это так, для смелости. Ну а камера зачем? Для контроля, мало ли. Я влюбилась в тебя по уши. Ты думаешь, я это не понял? Я не знал, что с этим делать. Это трэш какой-то. Ника, прости меня. Ну так что? Ты Нику к деду поведёшь? Он же ждёт. Если, конечно, она пойдёт с ним после этого. Пойдёшь? Вероника встретилась со своим родным дедом. Не сразу, но девушка нашла в себе силы простить Андрея. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. Слайка, возьми сумки. Сынуль, ты меня слышишь? Слайка, возьми сумки. Слава, это что такое? Мама, выйди, пожалуйста. Как это я выйди? Я в своей квартире, между прочим. А вот кое-кто здесь явно лишний, по-моему. Вертихвостка. В моей собственной квартире, на моей собственной кровати. Совратила мальчика. Мама, прекрати. Да что, прекрати, Слава. Знаю я таких. Всё рассчитала, да? И парень видный, и мать при деньгах, да? Мне ваши деньги ни к чему выйдете. Дайте нам одеться. Что? Ну, быстро собрала свои манатки и ушла отсюда. И ты не смей встречаться больше с этой дешёвкой. Я дешёвка? Да, сама ты. Что? Пошла вон отсюда. А ты сел на место. Иди приготовь мне ужин. Я устала и есть хочу. Но, мама... Никаких «но». Онúp заassemble. К到 глазами. Друзья, в 관agar вон. AH- Субтитрыхиです. КОДПИШИСМЕНТОРendas Здравствуйте. Ребята, где ваше начальство? У меня пропало все мое золото. Здравствуйте. Меня Алексей зовут. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. В полицию были уже? Нет, я не была в полиции. Я не пойду в полицию, потому что... Потому что мне кажется, что я знаю, ну... В общем, золото украл мой собственный сын, Славик. А когда кража произошла? Вчера вечером я пришла с работы, открыла шкатулку, а она пустая. А что сам Славик говорит? Славик ничего не говорит. Славик тоже пропал. Он на звонки не отвечает. Бедный мальчик мой, он влюбился в эту Аврору. Жениться хочет. Откуда она только взялась, детдомовка? Вцепилась в него, как клещ. Он ее домой водил, пока меня не было. Так вы подозреваете сына или его девушку? Я не знаю. Я два дня назад подслушала их разговор по телефону. Она сказала, что они расстаются. Ну, из-за меня. А у вас пропало только золото? Ну да. Вроде бы. Ну так вот что? Аврора сказала ему, что расстаются. И дальше что? Дальше он стал ее упрашивать, чтобы она осталась. И подождала. И что он решит как-то вопрос. Достанет деньги. И они смогут снять квартиру. А потом золото исчезло. Скажите, а фотографии Славика и Аврора у вас с собой? Нет, нет. Но я могу по почте скинуть. Нам понадобятся телефоны. Их. И ваши тоже, Верка Сергеевна. Хорошо. Пожалуйста. Но вы должны мне дать гарантию, что Славе ничего не повредит. В конце концов, черт с ним с этим золото. Я сына теряю. Вы не волнуйтесь. Мы берем сюда ваше дело. Все будет в порядке. Телефон абонента выключен или находится вне зоны обслуживания. Тогда так. Телефон Славы надо держать на контроле. Вдруг он все-таки включится. Для начала вы поезжаете в институт, вдруг там вы перехватите. По дороге Веру Сергеевну домой отвезете. А я пока проверю сутки происшествия. Спасибо. Алексей Викторович, что у вас? Ну, в экстренном службе. У него тоже ничего нет. Так что будем надеяться, что парень жив-здоров просто где-то бегает от матери. А у вас что? В институте Славы никто ничего не знает. Есть. Что, сработало? Попался, голубчик. Еремин включил телефон. Звони Алексею Викторовичу. Алло, Алексей Викторович. Слушаю. У Славы включился телефон. Так, подожди. Давай координаты. Да, диктуй координаты. 51, 56, 35, 55. Все, принял. Славян, друг. Старание Славы честно заработать деньги вызвало у Насонова сомнение в том, что он мог совершить кражу. Вперед из песни. Попробую. Вот и молоток. Вы кого-то ищете? Гараж хочу снять. Не знаешь, есть свободная? Не знаю. Обычно на первом боксе объявления висят. Вы не смотрели? Нет, не смотрел. Спасибо, сейчас посмотрю. По телефону детектив сообщил о своих сомнениях помощнику и дал ему задание добыть записи, сделанные в день кражи с камерой видеонаблюдения, стоящих у подъезда Еремина. Здравствуйте. Здравствуйте. Нашли Славика? Нашли. Проходите. Проходите, пожалуйста. А со Славой все в порядке. Я думаю, что скоро он вернется домой. И украшения он не брал. Ой, у меня прям от сердца отлегло. Спасибо вам. Подождите, а кто же тогда взял драгоценности? Как-то найдите их. Все-таки мне мои драгоценности жалко. Мы постараемся вам помочь. Мы осмотрим квартиру? Да, конечно, осматривайте. Но, знаете, если это не Славка взял, значит, это взяла эта девица. Ой, простите. Приболела. Будьте здоровы. А в квартире был кто-то посторонний? Нет, не было никого. Ну, кроме этой девицы, которая моего сына совратила. А где вы хранили украшения? А, сейчас я принесу. Вот. Шкатулки. Мы заберем ее на время? Да, конечно. Проверим отпечатки пальцев. И скажите, вы полы в доме давно протирали? Да, давно. Странно, да? Никаких следов. Ни следов обуви, ни других. А вот, ну, был беспорядок, когда в день кражи? Нет, вещи все на местах лежали. Нет. То есть вещи не разбросаны? Нет, нет. Получается, что вор знал, куда и зачем он идет. Надо осмотреть замок на входной двери. Наташа, пойдем. Пойдемте, я вас провожу. Ну что, внешне замок никаких повреждений не имеет, следов взлома нет. А личинка новая? А это я попросила дядю Сашу, он поменял. А дядя Саша это кто? А дядя Саша это сосед, прям под нами живет. Мужик золотые руки. Не пил бы еще. У Веры Сергеевны Ереминой пропали дорогие украшения. Сын, с которым она поссорилась из-за его девушки, ушел из дома и на ее звонки не отвечает. Вера Сергеевна уверена, что драгоценности взял ее собственный сын Слава или его девушка Аврора. Она просит детективов найти Славу и свои драгоценности. Наташа, ты тогда подожди в машине, а я поговорю с этим мастером в золотые руки. Здравствуйте, а мне дядя Саша нужен. Он обещал вчера прийти стиральную машину печенять. Не мог он вчера прийти? Занят был. Подождите, он же деньги взял. Я ему вперед заплатил, он сам попросил. Как же? Ну тогда понятно, на что он гуляет. Заходи, поможешь. Так вот это вот дядь Саша? Не узнал? А что с ним? Да живой он. Зелка зараза. Бай выпить. Да он же пьяный. Да что вы говорите? Слушай, помоги мне его до дивана дотащить, раз уж пришел. Ой, беда с ним. Валялся возле квартиры. Ну ничего, скоро протрезвеет, вмиг наладит твою стиралку. А что вчера-то он не пришел? Так день рождения у него был. Он еще с утра набрался и проспал весь день. Потом похмелился. Неудачно. Опять спит. А вас как зовут? Зинаида Макаровна. Я его соседка по коммуналке. До свидания. До свидания. На следующий день детектив решил поговорить с дядей Сашей. Он ремонтировал замок в доме Ереминах и вполне мог украсть драгоценности. А дорогой браслет на руке его соседки Зинаиды Макаровны мог быть платой за алиби. Добрый день. Очень добрый. Насонов моя фамилия. Дядя Саша. Александр Зеленков. Куда направляешься? Так это в магазин. За творогом. Ну пойдем прогуляемся. Куда? В магазин. Ага. Чем зарабатываешь? Судимость есть? Не, 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 слава богу. Люди добрые есть, которые часто к себе приглашают. Ну могу подшаманить любую поломку. Позавчера много принял? Ну день рождения же был. Имею право. А не знаешь здесь в округе такого мастера, который может замок в железной двери вскрыть и при этом следового злому не оставить? Нет такого умельца. Нет, я не в курсах. А чего случилось-то? Да интересуюсь просто. А не в курсе, откуда твои соседки Зинаиды такой крутой золотой браслет? А, так он не золотой вовсе. Ну это же как его бижутерия, вот. Ну да, я его ей подарил. Так с размером промахнулся. Ну надо же, а как на настоящий-то похож? Я спрашиваю, ты чего? Позавчера кража у вас дома здесь была? Аккурат, значит, в день моего рождения. А то-то вот он мне подозрителем показался. Кто? Ну этот пацан на мотоцикле. Я первый раз его видел. Подкатил, значит, да? И сразу в подъезд. И чуть меня не шип. Вот. Опознать его сможешь? Он в шалейме был. Вы не могли бы мне сто рублей взаймы? На творог? Угу. Слушай, дядя Саш, могу с работы тебе помочь. У меня тут знакомый набирает мастеров в фирму по ремонту бытовой техники. Только там одно условие. Пить надо бросить. А. Держи телефон. Я брошу. Вот. Точно говорю, брошу. Не сойти вот мне вот с этого места. Спасибо. Да. Алексей Викторович, ура! Видео с камерой наблюдения у нас. Ну, молодец. Ну, и о ком уж тогда говорил, дядя Саша? Вот он. Так, время. Пять минут сорок секунд. Ну, что-то очень быстро. Может быть, он заезжал, чтобы забрать что-нибудь? Вот именно забрать. Верни, назад. Алексей Викторович, мы просто зря теряем время. Мало ли, зачем он заезжал. Вон сколько их по городу носится. А сам эциклист там не кажется странным, а? Вы о чем? Ну, посмотри, вот на фигурку такая тоненькая, изящная. А, думаете, девчонка? Ну, похоже. А проверь, на кого мотоцикл зарегистрирован. Маташа, принеси чай, пожалуйста. Мотоцикл зарегистрирован на Воробьеву Ивана Витальевича. Так, а кто это у нас? Так, Иван Воробьев. Кстати, он учится там же, где и Кирилл с Авророй. Фотографию верни, пожалуйста. Вот, это же Аврора. Наташа, тогда надо будет сделать, знаешь что? А вот и наш мотоциклист. Что случилось? Да не знаю, вот, заглохло. Не пойму почему. Помочь? Да, если можно. Красивый у вас мотоцикл. Я бы ни за что не рискнула сесть за его руль. Это почему? Ну, не знаю, мне кажется, девушке не под силу справиться с таким зверем. У меня девчонка в группе учится, так она иногда просит у меня ключи покататься на байке. Видели бы, как она гоняет. Все готово, можно ключи. Да, конечно. Все работает. Здорово, спасибо. Не знаю, че это она глюканула. Или я. Запиши мой номер. Мало ли, опять заглохну. Не стоит. У меня муж ревнивый. Увидит номер телефона, голову тебе открутит. Спасибо. Счастливо. К детективам обращается Еремина Вера Сергеевна с просьбой найти пропавшие дорогие украшения. Клиентка уверена, что драгоценности взял ее собственный сын Слава или его девушка Аврора. Но в ходе расследования выясняется, что Слава к краже не имеет никакого отношения. Под подозрение попадает сосед Ереминой, дядя Саша, который при встрече с детективом рассказывает, что в день кражи видел странного мотоциклиста у подъезда. Ну что, если украшение похитила Аврора, то предъявить ей нечего. Следов ее в квартире нет, заявлений в полиции тоже нет. И что теперь делать? Колечко купила. Да, решил сделать себе подарок. А что за камушек у тебя-то? Правда похож на бриллиант? Похож. Слушайте, а что если Аврору попробовать поймать в наживку? Это как? Ну, сообщите ей, что вор забрал все драгоценности, кроме одного самого дорогого кольца. С большим бриллиантом. Угу. Кольцо до сих пор остается в квартире, потому что хозяйка уверена, что снаряд два раза в одно место не попадает. Угу. И стоит это кольцо немеренных денег, не то что мое. Эту информацию очень аккуратно довести до Авроры. Думаете, она купится? Не знаю, но попробовать есть смысл. Аврора? Привет. Здравствуйте. Откуда вы меня знаете? На фотографии видела у Славика. Я его троюродная сестра, приехала в гости недавно. Меня Яна зовут. Приятно познакомиться. В общем, я хотела тебе сказать, Славик, короче говоря, Славик очень сильно переживает из-за тебя, и не стоит его бросать из-за стервы мамаши. И ты знаешь, кстати, Бог ее наказал, у нее золото все украли. Хорошо еще дорогущее кольцо с бриллиантом не стащили, а то бы я вообще Кондратья хватил. Это точно. Ну, позвонишь ему? Я подумаю. Спасибо. На следующий день детектив устроил засаду в квартире клиентки. Стоять. Руки сюда. Ах ты. Воровка ты. Деддомовка. Совсем совесть потеряла. Подмогу вызвала? Вызвала. Ты как в дом попала? Ключ-дубликат сделала. Делов-то. Достаньте из кармана пакет. Не могу, руки заняты. Мое золото. Спочки. Сережки. Колечки. Все на месте. Ты перенесла все обратно, почему? Что за цирк? Я ваше золото от злости украла. Мы так в детдоме делали ради справедливости. Проучить хотела эту снопку. И проучила. А теперь вернула все это нафиг мне чужое. Снимите, пожалуйста, наручники. А что здесь происходит? Уже ничего. Да это твоя. Украла все мое золото, а потом совесть ее замучила и все обратно принесла. Может быть не стоит так ненавидеть девушку, которая любит ваш сын? Разлюбит. Слава! Славочка! Ну, подожди. Слава, Славочка, подожди, я тебе сейчас все объясню. Я, 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 подожди. Не уходи, пожалуйста. Пожалуйста, Славочка, не уходи. Вы, если так и дальше будете себя вести, вы потеряете сына. Он уйдет от вас. Слава, 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 Слава. Надо будет что-то починить. Я вас завсегда, в любое время. За бутылочку. На чашку чая самое оно будет. Договорились. Спасибо вам. Слава и Аврора сняли квартиру. Они подали заявление в ЗАГС. Вера Сергеевна навещает ребят. Ее отношения с Авророй налаживаются. Пятый канал и объединение телевизионных компаний представляют. 600 рублей, я тебе говорю, прибавили. Только что пенсию получила. Ага, думала она. Индюк тоже думал. Ладно, пока. Фух. Ой, батюшки. Ой. Вам помочь? Ой, помоги, внучок. Он, видишь, продуктов набрала. Дорожают ведь каждый день. Кошмар. Ой. Дай бог тебе здоровья, Арсений. Сейчас ведь никто никому не поможет. Все только о себе думают. Пенсия где? Как? О! 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 Пикнешь, убью. О! 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 К детективу Игорь Лукину обратилась Ирина Павловна Скоробогатова. Ее сына Арсения задержали по подозрению в ограблении. И сообщают, что мой сын обокрал пенсионерку, отнял у нее пенсию и стащил какой-то старый дурацкий зонтик. Нет, ну, представьте, не бред ли это? Зонтик. А при чем здесь зонтик? Сколько лет вашему сыну? Двадцать. И он не шпана какая-нибудь. Можно было догадаться, что я пью без газа. Арсений учится на юриста в престижном вузе. Если он учится на юриста, значит, должен хорошо знать законы. Вот именно. Ой, извините. Не стал бы Арсений за десяти тысяч садиться в тюрьму. Да, но ведь при задержании, вы говорите, именно эту сумму у него и нашли? Да у Арсения всегда при себе есть деньги. А эта бабуля наверняка потеряла пенсию или в магазине стащили. Да. Игорь Петрович, я очень рассчитываю на то, что вы разберетесь с этим недоразумением, и Арсений отпустит. По поручению Лукина Аня приехала к потерпевшей пенсионерке. И в магазине он мелькал. То есть вы хотите сказать, что Арсений вас выслеживал? Ну так ясное дело. А у дома подходит, значит, он ко мне как порядочный. И говорит, вам не помочь бабуля? Подождите, Мария Семеновна, а как вы могли пустить к себе в дом человека, который за вами следил? Ну так он с виду приличный мальчик. А зонтик, который у вас Арсений Ук взял, он где? Отдался вам всем этот зонтик. В полиции он. Вы слышите, идите, идите, не мешайте, не отвлекайте людей от дел. Хорошо, спасибо вам большое. Да, Ань, что у тебя? Я поговорила с потерпевшей, но, по-моему, бабуля не в адеквате. Ну, что-то подобное я предполагал. А следователь что говорит? Ну что, Арсений взяли с поличным. Потерпевшая успела позвонить в полицию, благо дежурная машина была рядом. Арсений во всем сознался. Отказался от адвоката, говорит, в суде сам себя будет защищать. И замолк. Как вообще замолк? Следователь сказал, совсем замолк. Ну, может быть и правильно, зачем отрицать очевидное? Съездим в институт, где учился Арсений, поговори с сокурсниками. Как-то он себя странно ведет, и я не пойму почему. Арсений признался. Но вы же понимаете, что наверняка его вынудили. На него давили на допросе. Ирина Павловна, я знаю следователя Блинова. Он человек несколько своеобразный. Но он никогда не будет давить на подследственного. Ну вы видели Арсения? Вы говорили с ним, спросили, почему он признался. А может Арсений просто решил всем доказать, что он может сам себя защитить? Что он три года зря учился? А ты его все время за тройки ругаешь, как будто от оценок что-то зависит. Моя дочь Юлия. Ты зачем разговор встреваешь? Позоришь меня перед детективом? Скажите, а эта пенсионерка, как ее там? Вы видели ее? Она в своем уме? Марья Семеновна человек пожилой. А, вот. Точно. Наверняка у нее старческая деменция. Нужно срочно провести медицинское освидетельствование. Я думаю, в этом нет необходимости. Я повторяю, Арсений признался в ограблении. Боже, зачем он это сделал? Вот и мне это непонятно. Позвольте осмотреть комнату Арсения. Да, конечно, идите. Проходите. Аня побеседовала с сокурсниками Арсения. Единственным человеком, с которым у Арсения были приятельские отношения, оказался Глеб Родионов. Пока. Я провожу? Куда? В офис. Глеб, вообще-то я на работе. Ну ладно. Вот ты лучше всех знал Арсения. Скажи, он способен на какие-нибудь необдуманные поступки? На преступления, например? Арсений вообще парень непредсказуемый. Однажды он заявил, что хочет установить контакт с инопланетянами. Дескать, земные существа его не понимают. Че, правда, что ли? Да. А это все книги Арсения, да? Да. Когда-то он хотел поступать в театральный. А потом расхотел? На семейном совете мы решили, что Арсений будет учиться на юриста. И как он принял это решение? Принял. О театре с тех пор даже и не заговаривал. Скажите, у Арсения девушка есть? Нет. Была бы, он бы нас познакомил. У Арсения нет от меня секретов. Угу. Извините, важный звонок. Угу. Юля! Проводи детектива. Алло. Да, здравствуйте. До свидания, Юля. До свидания. Приходите к нам еще, мы вам всегда так рады. А вы Юленька актриса. Ну, вы знаете, до Арсения мне еще далеко. Вы знаете, я не удивлюсь, если Арсений специально признался в ограблении для того, чтобы поднабраться опыта для исполнения очередной своей новой роли. Надеюсь, это шутка. В каждой шутке есть. Ну, не мог же он в самом деле ограбить старушку. Ну, да. Ну, да. Алло, Игорь Петрович, я покопался в соцсетях и выяснил, что у Арсения есть увлечение, и которое требует серьезных материальных затрат. Хорошо. Уже иду выяснять. Нет, Глеб, ждать меня не нужно. Ну, все, пока. Пока. Ну, что узнала про Арсения? Ну, парень он замкнутый, близких друзей нет. Только с Глебом некое подобие дружбы. А с девушками? Ну, Игорь Петрович, девушкам такие парни не нравятся. Он очень робкий и скрытный. Однако у него в комнате я нашел презервативы, которые он явно прячет от домочадцев. Я думаю, есть у него девушка, только он ее скрывает. Ну, вот я и говорю, скрытный. Быть или не быть Арсению актером. Вот в чем вопрос. Да, я вижу, не зря ты мотался. Не зря. Я выяснил, что Арсений занимается в театральной студии уже три года. В институте об этом никто не знает. И в семье тоже. Во всяком случае, мать точно ничего не знает. Ну, и как о нем в театре отзываются? Режиссер говорит, что Арсений в жизни ничем не примечательный. Но когда выходит на сцену, он преображается. И поэтому играет все главные роли. Да, обучение актерскому искусству, наверное, денежек стоит. Я думаю, Арсению срочно понадобились деньги для театра. Вот он и проявил солдатскую смекалку. А зонтик? Я догадался спросить об этом у режиссера, детка. И именно такой зонтик требовался для спектакля. Понятно теперь, почему Арсений молчит. Он боится, что мать узнает про его увлечение театром. Подождите, это же как нужно было прессовать сына, чтобы он пошел грабить, лишь бы скрыть от матери свое увлечение. И ты на этом хочешь строить линию защиты? А не слишком ли мы быстро во всем заболись, а? Может, мы что-то упустили? Да дело-то простое. Вот и разобрались. Все-таки я попробую добиться встречи. С Арсением. В детективное агентство обратилась Ирина Скоробогатова. Ее сына Арсения, студента-юриста из обеспеченной семьи, обвиняют в ограблении пенсионерки. Ирина считает это досадной ошибкой. Однако Арсений свою вину признал и от помощи адвоката отказался. Сестра Арсения, Юля, не исключает, что Арсений просто решил сыграть роль преступника, ведь когда-то он мечтал стать актером. Следователь Блинов отказал Лукину в свидании с Арсением. Детектив решил обратиться к своему знакомому, старшему следователю Виктору Нечаю, чтобы тот посодействовал в получении разрешения. У меня тут дельца одна. Ну, клиент подозреваемый. Мне бы с ним встретиться, поговорить. А следователь не дает. Мне бы твоей заботы. Меня вот на земле молодую женщину убили. Нет, Григорьевич, я понимаю, что наши проблемы по сравнению с твоими – это ничто. Ну, у меня к тебе просьба. Позвони Блинову, а? Блинову? Только не Блинову. Знаю этого. Блинова. Очень скучный человек. А я что, в своей квартире убили? Да нет, квартира съемная, Соснова, 15. Потерпевшая переехала туда накануне, даже не успела вещи разобрать. Слушай, Соснова, 15. Так это рядом с тем домом, где произошло ограбление. Ого! Ты тогда этому Блинову вот так вот и намекни. На этой территории произошли еще три грабежа, два хулиганства, а ДТП я вообще молчу. Но это не повод, чтобы я звонил Блинову. Лестницу установили? При ней паспорт был. Паршина Ольга Романовна, 29 лет. Эксперт предположил, что ее толкнули, она ударилась о батарею. Пальчики в квартире стерты. Видимо, преступник постарался. Значит, действовал с холодной головой. Да, нечаясь, слушай. Что? Ясно. Ну вот. Ольга Паршина была беременна 4-5 недель. Так что одним ударом убили двоих. Ну, ищите мужика. А может, соперница ее порешила? Григорьевич? Мужика она ждала. Посмотри, как сексуально одет. Вообще, ты прав. Ладно, ты меня убедил. Позвоню я твоему Блинову. Аня позвонил Глеб. Сказал, что у него есть важная информация и попросил о встрече. Спасибо. Ну, что стряслось? Здесь недалеко кафешка уютная. Там мы поговорим. Слушай, Глеб, если ты меня решил просто на свидание вытащить, то извини. Если тебе нечего сказать, то... Да мне есть что сказать. Ну, а Роза, просто ты очень красивая. Я знаю. Ну, что стряслось? Месяца два назад я видел растение с женщиной, которая лет на десять старше его. Мне показалось, что у них отношения. Класс. Это ты только что придумал, да? Нет. Просто вспомнил только сегодня. Это меня удивило, и я решил зафоткать. Да. Это интересно. Слушай, а можешь мне скинуть эту фотку? Вот в кафешке и скину. Слушай, ну ты шантажист. Ну, ладно, я согласилась только ради работы. Да, да, да. Виктор Григорьевич выполнил просьбу Лукина и добился для него свидания с Арсением Скоробогатовым. Не парьтесь, детектив. Я готов понести заслуженное наказание. Вот как. Да ты хоть понимаешь, что после этого уголовного дела путь в юриспруденцию для тебя закрыт? Надеюсь. Даже так. А вот мать твоя переживает за тебя. И я думаю, твое влечение театром она поймет. Да как вы смеете лезть в мою личную жизнь? Она никогда не понимала меня и не поймет. И не вздумайте ей рассказывать о театре, слышите? Извиняюсь. Да ничего. Ты успокойся, присядь. Пусть меня уведут. О, на свидание что ли была? Я, между прочим, новую информацию раздобыла. А что это вы в сухомятку-то? Одичали без тебя. Я сейчас чай сделаю. Посмотрите. Глеб сказал, что видел Арсения вот с этой женщиной. А я же тебе говорил, если у Арсения девушка, только он ее скрывает. Я вот что думаю, может быть он деньги не на студию, а на нее тратит? Да. Мадам Скоробогатова не одобрит выбор сына. Ну, мне кажется, я эту женщину где-то видел. Причем недавно. Ну, да, точно. Точно. Это же убитая Ольга Паршина. Ну-ка, скинь мне это фото. Я Григорьичу. Да, свидание пошло на пользу. Как не зарегистрирован? Ну, разве может быть в наше время человек не имеет телефона? Ну, так выясняйте. Удачи. Ну что, Григорьич, как идет расследование? Да туго. Вот даже номер телефона Паршина не можем установить. Да и с соседей тоже эту Ольгу никто не видел. Не мудрено. Она же недавно переехала. Хочешь, я тебе покажу того, кто Ольгу видел в глаза. Вот, посмотри. Рядом с Ольгой Арсений Скоробогатов. Ну, они знакомы. Может, это не он? Может, просто похож на него? Это он. Спасибо, проверим. Мы как раз сейчас отрабатываем номера телефонов, которые находились в квадрате убийства. На следующий день следователь Нечай попросил Лукина подъехать в квартиру Ольги. Заметает следы. Но, смотри, что у нас есть. Это что? Это фамилии владельца телефонов, координаты которых находились в квадрате убийства. ну, плюс-минус час. Угу. Так. Скоробогатов Арсений Геннадьевич. Скоробогатова Юлия Геннадьевна. Вот это да. Ну, с твоим Арсением все более-менее ясно. В момент убийства он пас пенсионерку. А вот что там делала его сестра, вот это вопрос. Угу. Может быть, в гостях была? В гостях она не была. Это точно. Потому что мои ребята провели опрос всех жителей этого дома. Если только была в гостях у Ольги. У Ольги? Ну да. Сестра Арсения могла знать, что у него есть девушка. Ну вот-вот. Они встретились. Поговорили. Произошла ссора. И? Поехали к Юле. Ну да. Я думаю, с Юлей надо поговорить. Арсения Скоробогатова обвиняет в ограблении пенсионерки. И он, к удивлению всех его родных и знакомых, свою вину признает. Детективам удается узнать, что Арсений втайне от матери посещает платную театральную студию. Кроме того, вскоре выясняется, что Арсений как-то связан с Ольгой Паршиной, которую убили в то самое время, когда Арсений грабил пенсионерку. Проходите, пожалуйста. Присаживайтесь. Спасибо. Скажите, вы знаете эту женщину? Да, я видела Арсения вместе с ней. Правда, я не знаю, кто это. А вы не подскажете, где вы были в среду 13-го с 16.30 до 17.30? Дома, наверное. Да точно дома. А кто это может подтвердить? А как вы объясните тот факт, что сигнал телефона, оформленного на ваше имя, был зафиксирован в доме этой женщины, Ольге Паршиной? Значит, это ошибка. Вот мой телефон, он всегда со мной, и в тот день он тоже был здесь. У вас два телефона? Нет, один. Юля, а где ваш паспорт? В комнате, принести. Арсений мог купить симку по паспорту Юли. Ты хочешь сказать, что телефон с этим номером он подарил Ольге? Ну да, это легко проверить. Достаточно только посмотреть входящее и сходящее. Арсений, что вас связывает с Паршиной Ольгой Романовной? Это кто? Это женщина, с которой вас видели. Откуда вы знаете, что мы вместе идем? Эта женщина просто рядом проходит. На фотографии вы разговариваете с ней. Вот заключение эксперта. Поворот головы, наклон. Что за бред? Она спросила дорогу в библиотеку, я ей ответил. Арсений, а как телефон твоей сестры Юли оказался в квартире по адресу Сосновой, 15? Откуда я знаю? Вы у нее и спросите. Крепкого орешка играешь? Ну что ж, тогда придется провести генетическую экспертизу плода Ольги. Ну, чтобы определить, кто же его отец. Вот только не это. Дежурный врача. Не надо врача, Григорьевич. Не надо. Перед нами хороший актер. А? А? Это все. Все. Как тут классно, а? Не то, что в гостинице, которая на час. А хозяева не придут? Не придут. Я снял эту квартиру для тебя. Слушай, как здорово. Прямо царские палаты для любовных и тех. Я хочу тебя. Нет, подожди, подожди. У меня для тебя тоже есть сюрприз. Подожди. Вот. Две полоски. У нас будет малыш. Рано еще. Деньги на аборт я тебе дам. Подожди, подожди. Ты что, с ума сошел? Я люблю тебя и хочу этого ребенка. Я тоже люблю тебя. Но не время пока. А если у меня потом не будет детей? Я буду рожать и точка. А на что ты его растить будешь? Мне еще два года в институте учиться, потом аспирантура. Мы тебя не возьмем. У тебя тройки. Ну что ты так испугался? У нас и наладится. Родители твои помогут. Ты не знаешь моих родителей. Только познакомлюсь. Я ведь ему теперь не чужая. Мама твоя. Мать мою, не трожь. Ах, вот как ты как, а? Ну тогда я всем все расскажу. Ясно? Элементы ты мне будешь платить как миленький. Пока ребенку не исполнится 18 лет. Никому ты ничего не расскажешь. Я не расскажу. Да еще как расскажу. Ты меня плохо знаешь, понятно? Не думала я, что ты такой трус. Иди! Это было так страшно. Я испугался. Понимаете, я не хотел ее убивать. Я сорвался. Однако ты не забыл стереть отпечатки пальцев в квартире и забрать телефон Ольги, номер которого зарегистрирован на Юлю. И об алиби ты позаботился. Ты как будущий юрист не мог не знать, что в первую очередь следователь запросит номера всех телефонов, которые были в районе убийства. А твой телефон был в этой зоне. Их и последняя скотина. Испугался. Пусть судит меня. Арсений был приговорен к трем годам лишения свободы за грабеж и причинение смерти по неосторожности. Ирина Скоробогатова заявила, что отказывается от сына. Навещает Арсения только его сестра Юля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok